там же невозможно вернулась верну лунная армия движется не в плоскости эклиптики а теперь верни сейчас вернется картинка там же невозможно вернулась вернулась картинка да раз два три 4 5 вышел зайчик погулять чат не вижу да спасибо спасибо пока так друзья мои извините что в такой форме приходится читать лекции я заболел и чтобы вас не заражать мы решили оставить меня дома у компьютера и вот так вот читать лекцию значит сегодняшняя лекция посвящена движению луны а связаны с этим движением естественно затмение солнечные и лунные вот об этом поговорим о движении луны вообще это очень важная вещь и очень кстати говоря сложная и а затмениях во первых мы знаем что луна движется не в плоскости эклиптики это довольно важно если бы она двигалась в плоскости эклиптики у нас бы лунные солнечные затмения происходили часто и мы бы ими наслаждались но луна движется не в плоскости эклиптики и орбита наклонена примерно на 5 градусов а угловой диаметр луны и солнце всего лишь полградуса понятно что в большинстве случаев луна проходит либо выше либо ниже солнца и лунная тень не попадает на землю и наоборот а земная тень далеко не всегда попадает на луну вот эти самые 5 градусов нам сделали лунные солнечные затмения довольно редким процессом редким явлением вообще движение луны крайне сложное по той причине что она примерно в равной степени подчиняется гравитации земли и солнце мы с вами выясняли вообще земля немножко посильнее притягивает луну чем разница в притяжении земли и луны до стороны солнца но тем не менее это сравнимые вещи и поэтому и наклонение лунной орбиты вы видите на этой на этом слайде меняется довольно сильно на полградуса весьма сильно и узлы то есть линия пересечения лунной орбиты с эклиптикой гуляют и перигелий орбиты лунной тоже гуляет вращается и даже плоскость вращения собственного вращения луны вокруг своей оси тоже немножечко меняется поскольку она составляет угол из лунной орбиты и с лунной из земной орбиты с эклиптикой в общем теория движения луны крайне сложная вещь именно по этой причине земля и солнце действует на нее приблизительно в равной степени но все-таки а солнце сильнее притягивают луну чем земля но главное что и земля и вместе падают сторону солнца и нам важно сравнивать не абсолютные значения притяжения луны со стороны земли и солнца а разность притяжений к солнцу земли и луны по сравнению с притяжением луны к земле именно разность то есть фактически приливный эффект более детальному на следующем уроке будем говорить о приливных явлениях ну я надеюсь вы поняли эту причину перигей и апогей луна движется по эллиптической орбите вот когда мы одной и той же фотокамерой делаем снимки луны проходящий через перигей и апогей орбиты и сравниваем их рядышком то это без труда заметно конечно прямо не вооруженным глазом на этих фотографиях видно что в перигей луна заметно больше но у даже нет такой возможности сравнивать эти эти два реальных события на небе мы видим луну только в каком-то ее положении и честно говоря вот я уже много десятилетий смотрю на луну я бы не мог на глаз сказать в перигее она сейчас или в апогее хотя журналисты очень любят такой термин супер луния это когда луна в районе полнолуния еще оказывается и в перигее ну да действительно ее угловой размер немножко больше но честное слово даже профессиональный астроном с трудом это замечает или вообще не замечает два интересных явления связаны с движением луны по эллиптической орбите и с наклоном ее оси вращения к плоскости ее орбиты оба явления называются либрации либрация по долготе это очевидно впрочем по широте тоже очевидная вещь но начнем с долготы вокруг собственной оси луна вращается равномерно практически равномерно а вокруг земли не равномерно второй закон кеплера орбита эллиптическая значит в перигее больше угловая скорость в апогее меньше по этой причине быстро проскакивая мимо земли в перигее луна демонстрирует немножечко нам так сказать мы заглядываем за ее восточный лимб потому что она уходит от земли а довернуться еще не успевает а когда медленно движется в районе апогея мы немножечко смотрим за ее западный лимб и таким образом в целом видим примерно там где-то около 60 процентов лунной поверхности а 40 с небольшим процентов не видим никогда даже с учетом либрации по долготе вот давайте посмотрим в течение года мы делаем снимки луны простите в течение я все-таки больно в течение лунного месяца мы делаем снимки луны фазы перед нами проходит не обращаем на них внимание а либрации по долготе очевидно заметно если смотреть на край лунного диска на лимб лунного диска но все-таки фазы нас немножко тут нервируют они скрывают часть лунной поверхности поэтому лучше посмотреть вот на такую анимацию это конечно нечестная фотография это была взята цифровая карта луны и эмулирована вот таким образом эмулирован внешний вид луны со стороны земли причем суточных движений секундочку суточного параллакса тут не показано как бы мы видели луну из центра земли ну либо с какой-то в какой-то конкретный час суток ну то есть суточный параллакс тут снят это чистые либрации и можно заметить что не только долготные но и широтные либрации довольно явно проявляются смотрим например на кратер тихо не видим как он гуляет не только по долготе но и довольно заметно по широте мы видим часть южной полярной области а через две недели северной полярной области тоже понятно причина этого явления если бы наклона оси вращения луны к плоской ну или к перпендикуляр от плоскости орбиты не было то естественно мы бы видели все не было бы никаких широтных либраций но луна в течение двух недель демонстрирует нам землянам немножечко свой северный полюс до в течение месяца немножечко область южного полюса фактически то же самое что происходит с землей по отношению к солнцу и вызывает явление смены сезона в года земля земная ось тоже наклони нам только земля его сильнее наклонена на 23 градуса я тут всего угол наклона 7 градусов поэтому либрации луны по широте не так явно выглядят как изменение ориентации земли по отношению к солнцу все-таки 23 градуса это много а тут всего лишь 7 градусов но вполне заметно мы же замечаем а тогда перед нами это эти либрации происходят они очень легко заметно их еще древние астрономы отмечали в современную эпоху были замечены не только вот эти ну я бы их назвал геометрические либрации они же чисто геометрический смысл имеют а есть и физические либрации луны то есть реально ее тело немножечко неравномерно вращается и покачивается туда-сюда но это очень маленький эффект и мы его сегодня не будем обсуждать но чтобы вы знали есть и физические либрации очень маленькие на угловые секунды а вот эти вполне себе заметные на градусы происходит ну тут гифка такая которая показывает два крайних положения луны в отношении широтных либрации видите как ну тихо кратить на север и на юг поставлю здесь курсор и это такой максимальный размах широтных либрации луны наклон лунного экватора к лунной орбите но и на лунной оси вращения к лунной орбите немножечко меняется по причине ее не сферической формы и влияние гравитации земли меняется не очень сильно 20 угловых минут максимальный размах но все-таки это довольно легко измеримая величина не на глаз конечно но по фотографиям луны это видно переходим к затмение что такое затмение как они выглядят вы конечно знаете я просто покажу анимацию это честная подборка фотографий сделанная фредом и спинаком фреда спинак это самый настойчивый и самый уважаемый наблюдатель солнечных и лунных затмений если вам когда-то понадобится какая-то справка по затмением войдите на сайта спинака там вы найдете все данные по древним и по будущему по современным затмением я очень советую вот это затмение происходило так когда два небесных тела видны в одном направлении астрономы тремя разными терминами обозначают это явление затмениями ну или по-английски эклипсис мы называем совмещение на небе двух объектов примерно равного углового размера вот либо луна с солнцем либо луна с земной тенью хотя земная тень конечно побольше лунного диска но все-таки они сравнивы по размеру это называем затмение эклипс если большого углового размера тело закрывает собой маленькое тело мы это называем покрытиями вот луна гуляет по небу и время от времени покрытие звезд луной происходит оккультейшин покрытие а если маленького углового размера тело проходит на фоне большого ну например там венера на фоне или меркурий на фоне солнечного диска то это прохождение по-английски это транзит в современные в современную эпоху вот за последние лет 15 журналисты они не особенно сведущие в астрономии они стали транзит переводить на русский язык ну путем транслитерации транзиты хотя мое поколение кроме как транзитных поездов ничего не знала я полагаю что все-таки нам профессионалам надо придерживаться той терминологии которая в учебниках и в монографиях по астрономии используется а мы говорим прохождение хотя надо иметь в виду что транзит конечно короткое слово но ну в общем я предпочитаю старую надежную терминологию пока еще в учебниках она присутствует но чтобы вы знали транзит это то же самое что прохождение из-за наклона лунных из наклона лунной орбиты луна время от времени не всегда но время от времени попадает в тень земли ну либо лунная тень время от времени попадает а иногда и не попадает на поверхность земли мы это явление новолуние наблюдаем когда темная сторона луны к нам обращена а светлая к солнцу в момент или не в момента в эпоху полнолуния наблюдаем иногда прохождение луны через земную тень это затлунные затмения затмение вообще присущие не только системе луна земля любая планета любой спутник планету не любой конечно некоторые спутники планеты могут устраивать затмение и вот по моему самый эффектный вариант солнечного затмения это когда сатурн покрывает солнце именно покрывает потому что вот на этой фотографии угловой размер солнца очень мало он там совсем крохотный за диском сатурна фотография сделана с борта космического зонда и угловой размер самого сатурна намного больше чем солнце он там спряталась но при этом мы видим очень много того что вне момента затмений нам в глаза не бросается или вообще недоступно наблюдение ну смотрите это прямая фотография в прямом освещении сатурна солнцем когда она у нас за спиной и освещает дневную сторону и кольца это в контровом свете когда на нас идет солнечный свет подумайте почему все таки частично освещена начиная ночное полушарие сатурна что является источником света в этот момент солнце там оно за планетой но и обратите внимание какие новые кольца видны в контровом освещении чего мы не видели в прямом освещении и далеких вот этих разреженных колец тут спутник энцелад и внутренних колец которые тоже не были видны замечательное явление а кстати и вот земля тут видно ну а еще раз затмение очень полезно для исследования небесных тел вот я взял в одном масштабе эти две фотографии привел их к одному масштабу угловом и показал вам когда прямое освещение колец сатурна нам кажется что здесь пустота что это внутренний край кольца а дальше пустота и атмосфера начинается а на самом деле никакая там не пустота это мы видим благодаря затмению какое физическое явление позволяет нам это увидеть подумайте вы уже достаточно осведомлены физики самая яркая часть кольца в контровом свете выглядит темный но это понятно она яркая потому что отражает цвет раз отразила значит не пропустила ну и внешние части хорошо видны в контровом свете и совершенно незаметно в прямом солнечное затмение тоже очень важная вещь но когда-то продемонстрировал астрономам что у солнца есть внешняя часть атмосферы солнечная корона и до сих пор изучать ее даже несмотря на то что у нас спутники есть за пределами земли все равно изучать солнечную корону намного проще и интереснее земли в момент солнечного затмения благодаря удивительной и удивительному подарку природы угловой размер луны чрезвычайно близок к угловому размеру фотосферы солнца то есть плотной поверхности солнца и она точно закрывает яркую поверхность солнца и дает возможность увидеть и исследовать этом поведение магнитных полей и плазменных потоков исследовать в атмосфере солнца вот эти две фотографии кстати говоря сделаны при участии нашего выпускника александра юферева вот тут авторы указаны и вообще это все грамотные любители и профессионалы астрономии вот тут например этот владимирович канонович участвовал в этой съемке это мой предшественник на посту лектора курса общей астрономии я у него учился теперь вы у меня учитесь а саша юферев наш общий ученик и вот эта замечательная фотография чрезвычайно а высоко профессиональная потому что перепад яркости от внутреннего внутренней области солнечной короны вот к этой внешней области примерно в миллион раз меняется яркость и как можно на одном снимке запечатлеть без передержки внутреннюю часть и достаточно четко отразить внешнюю часть короны это конечно очень высокий уровень владения фототехникой и кстати говоря фотошопом так приходится складывать фотографии маски использовать которые сам юферев написал в общем это большая наука тень полутень земли ну понятно тень это та область из которой мы вообще не видим источник света в данный момент солнце если это лунное затмение полутень это та область пространства из которой мы частично видим перекрытая перекрытую заслонкой землей поверхность солнца а частично все таки открытую в полутень прямой солнечный свет попадает а в тень он не попадает совсем из этого надо было бы сделать вывод что луна погружаясь в тень земли полностью должна быть не видно но действительно прямые солнечные лучи туда не попадают на самом деле вы увидите частично попадают на сайте спинака вы увидите такие эмуляции которые показывают многочисленные солнечные лунные затмения там конечно вся терминология англоязычные обратите внимание тень называется амбра а полутень пенамбра амбра это полный полная тень пенамбра это полутень какие бывают лунные затмения но если через тень да еще через центр тени проходит луна так и говорят центральное полное затмение она может быть и не центральным центральное наиболее продолжительное может быть и не центральным но тем не менее полным лунный диск в несколько раз меньше размера земной тени земля больше луны поэтому бывают центральное или не центральное полное лунное затмение когда часть луны ныряет в тень а часть остается в полу тени это частное не частичное а все-таки астрономы говорят частное затмение луны но полу теневое это когда луна не касается тени а только через полу тень проходит должен заметить что полу теневое затмение луны практически незаметно на небе не приходилось наблюдать полу теневые затмения и на глаз определить что луна нырнул в полу тень почти невозможно она так слабо уменьшает свою поверхностную яркость что это в общем в глаза не бросается когда-нибудь расскажу вам даже детективную историю на этот счет поехали дальше вот например в восемнадцатом году было затмение луны полная сначала луна естественно нырнула в полу тень потом погрузилась в тень увидите есть часы и минуты вы можете оценить полную продолжительность теневого и полу теневого теневое все-таки длится довольно долго больше часа а полу теневое 33 иногда там 4 этаж почти часа еще одна эмуляция это затмение восемнадцатого года вот луна погрузилась смотрите она в полной тени но по-прежнему видно правда стала очень мрачный темный темно красный бордовый тем не менее видно а почему она видно какие откуда лучи солнечные проходят в область полной тени ну мы это понимаем конечно в земной атмосфере солнечный свет испытывая рефракцию атмосферную преломляется и все-таки попадает в область полной тени но не весь солнечный свет а только его красная составляющая которая слабо поглощается в атмосфере земли и все-таки проходит туда луне а голубые зеленые лучи конечно рассеиваются в земной атмосфере и до луны в область тени не доходит поэтому луна такая бордовая очень мрачная и печальная карты видимости тоже на любом хорошем сайте вы найдете идет время и перемещается ночь по поверхности земли и вы можете оценить как где вы увидите ну то есть вам нужно чтобы луна была над горизонтом а где вы ее момент данного затмения не увидите ну еще одна эмуляция тоже спинаковская как выглядит затмение разные фазы затмения вот тут но ясно что момент полного затмения экспозиция при фотографии была выбрана намного более длительной чем вне затмения поэтому мы что-то там увидеть на самом деле она очень мрачная и почти скрывается но все-таки глазом ее заметить можно вот момент полного не совсем полного затмения тут самое начало полного затмения еще почти полутень а здесь максим близко к центру земной тени это место луны и она уже слабо освещено надо сказать лунные затмения не только солнечные солнечные до сих пор очень сильно привлекают астрономов для исследования атмосферы короны солнечные но и лунные затмения раньше довольно сильно привлекали астрономов дело вот в чем вдруг практически неожиданно за короткое время луна перестает освещаться солнцем или почти перестает 99 процентов так сказать выключается солнечный свет на длительное время на больше часа что при этом происходит с поверхностью луны она начинает охлаждаться вот измеряя инфракрасный поток от лунной поверхности то есть фактически температуру лунной поверхности астрономы еще до первых полетов автоматических станций к луне знали структуру лунного грунта если бы луна была твердая плотная с хорошей теплопроводностью то в момент полного затмения ее температура почти не менялась потому что снизу тепло эффективно подходит поверхности и поддерживает ее температуру а луна как выяснилось очень быстро остывает в момент полного затмения а это значит что хорошая как сказать высокая сейчас слово вылетела из головы губкообразная структура поверхности высокая пористости ну там поры это пустотный ну ладно назовем это пористостью то есть верхний грунт луны очень слабо связаны с большой степенью с низкой теплопроводностью с большой эффективный тепло да извините действительно болен а снизу с трудом подходит тепло и верхний слой а лунного реголита по сути пыли лунный очень быстро остывает не получая притока тепла снизу поэтому когда первый космический аппарат но потом и космонавты летали летали к луне уже было довольно очевидно что там какой там грунт и как он будет вести себя в течение лунной ночи лунных утренних лучей солнца именно поэтому астронавты летали утром утром на луне конечно сразу после восхода солнца чтобы поверхность прогревалась не было очень холодной но и не нагревалась там до 120 градусов как это бывает в течение лунного полудня тени полутень луны вообще то ну это понятно раз угловой размер лунного диска почти равен угловому размеру солнечного понятно что лунная тень и лишь едва касается поверхности земли иногда вообще не касается об этом еще поговорим если луна чуть дальше своего среднего положения лунная тень не достигает поверхности земли если но это если луна в апогее и слуна впереди и то есть поближе к земле лунная тень бывает почти до 300 километров размером правда это еще зависит от того на какой географической широте вы находитесь ясно что экваториальная область земли ближе к луне чем полярные области поэтому на полюсах как правило лунная тень не достигает поверхности земли а на экваторе имеет максимальный размер тому же земля вращается в том же направлении куда движется луна по орбите но луна по орбите летит со скоростью примерно километр в секунду а земля на экваторе вращается со скоростью пол километра в секунду но это же заметная скорость и эффективно а вращение земли уменьшает скорость перемещения лунной тени по земной поверхности примерно в полтора раза почти в два но если прямо на экваторе поэтому на экваторе лунные солнечные затмения конечно продолжаются дольше а в полярных областях или там высоких географических широтах лунные затмения короткие лунная тень там во-первых маленький размер имеет во вторых быстро проходит по поверхности а тут поверхность следит давайте подумаем на экваторе относительная скорость лунной тени по отношению поверхности земли примерно пол километра в секунду пол километра это сверхзвуковая но не очень сверх так чуть-чуть сверхзвуковая скорость значит хороший самолет сверхзвуковой вообще говоря может догнать лунную тень и лететь внутри лунной тени так оно и было первые же появившиеся у исследователей сверхзвуковые самолеты но это был сверхзвуковый гражданский самолет конкорд их использовали чтобы лететь за лунной тени и тогда затмение на земле уже солнечное затмение полное солнечное затмение продолжается не несколько минут три четыре максимум семь минут иногда бывает на экваторе а часы буквально полет на сверхзвуковом самолете за лунной тенью продолжаются часы вы можете несколько часов подряд фотографировать лунную солнечную корону следить за изменениями за динамикой солнечной короны это очень интересно мне как-то пришлось летать на самолете за лунной тени тоже возможно когда-нибудь в неформальной обстановке эту историю расскажу там был очень полезный для астрономов момент и так для каждого солнечного затмения публикуется карта обстоятельств моменты и путь полный лунной тени по земной поверхности и соответствующие пути полутени ну какие бывают полутеневые вот в этой области на 90 процентов луна закрывается в луна закрывает солнечный диск в максимуме на 80 на 70 на 60 и так далее обычно по 10 процентов то есть как видите частное солнечное затмение можно наблюдать на довольно обширной территории земного шара грубо говоря на всей дневной поверхности грубо говоря может не на всей но на большей части земной поверхности а вот полное затмение это конечно надо такое вот чтобы вам повезло какой-то либо везение либо специально отправиться в тот район который в котором предполагается полное солнечное затмение в 2006 году она проходила ясно что никто не будет наблюдать с поверхности океана корабль шатается телескоп шатается и вы никогда хороших снимков и измерений не сделаете в начале затмения тоже нет смысла это раннее утро в конце затмение тоже нет смысла это поздний вечер а вот где-то в середине когда солнце высоко над горизонтом тут есть смысл наблюдать анимация позволяет ну в общем ничего нового не позволяет увидеть но как-то более изящно это представить как полутень и тень луны гуляют по земной поверхности конечно нам хочется наблюдать от начала до конца затмение тоже затмение 2006 года мартовская вообще весенние затмение летние они очень хороши потому что погода как правило хорошие а зимние затмения не так хороши потому что облачность бывает чаще вот это самое затмение 2006 года просто но у меня на памяти его люблю посмотрите надо было астрономом отправляющимся для наблюдений затмения решить а куда в какую страну поехать чтобы наверняка но или с большой вероятностью увидеть затмение и пронаблюдать его были варианты либо северная африка ну кто бы сказал что тут плохая погода конечно в сахаре редко бывает плохая погода и наверное как правило безоблачное небо к тому же точка максимальной продолжительности полного затмения тоже падает на северную африку на сахару тут продолжительность затмения 4 было там четыре минуты с лишним а сюда и сюда она сокращается вот почему-то никто не поехал сахару наблюдать а в основном поехали в турцию либо остались у нас вот в азербайджане в грузии например наблюдали затмение и тоже очень хорошо кстати получилось особенно хорошо а в турции на побережье черного моря турецкого вообще замечательно был тут наблюдали хорошая погода всегда была над морем а никто не поехал сахару возможно что и эту историю я когда-нибудь найду время вам рассказать тут была тоже занятная эпопея на предыдущих затмениях кто-то как-то раз грузинские астрономы отправились а в алжир вот так проходила полоса затмений и что они при этом видели и что с ними при этом случилось я вам когда-нибудь расскажу занятная была история так что не советую вам ехать в африку для на были по крайней мере а вот в пустынную африку для наблюдения затмений выбирайте более приличные страны скажем так с хорошим климатом из какой-то с каким-то уровнем культуры из космоса лунная тень выглядит вот так как видите если кто-то собирался в этот момент с поверхности земли наблюдать затмение то ему явно не повезло потому что облачность почти полная и лунная тень сказать скользит по верхней границе облаков ясно что более перспективным было бы наблюдать уровня там восьми десяти двенадцати километров куда без труда залетают самолеты такие экспедиции предпринимаются регулярно да еще к тому же самолет может даже если он не сверхзвуковой с какой-то приличной скоростью лететь по траектории лунной тени и продолжительность затмения получится дольше я когда-то летал на таком самолете и мои коллеги с земли в тот момент не видели затмение а мы на борту самолета с высоты около десяти километров без труда наблюдали на фоне чистого ясного неба стратосферного наблюдали затмение а на побережье черного моря шестом году наши друзья а вот все тот же александр юферев наш выпускник но его коллеги любители астрономии которые очень высокий профессиональный уровень в этом смысле накопили они вот так сфотографировали полное солнечное затмение в этот момент когда фотосфера солнца закрыта корона довольно слабо освещает атмосферу земли некоторое количество рассеянного света приходит из-за горизонта потому что там уже тени нет там полутень и довольно ярко освещенная атмосфера которая немножко отбрасывает но все равно небо меркнет настолько что становятся видны небесные светила попробуйте так интуиция ваша что вам подсказывает какие именно это небесные светила и как на этой фотографии расположена эклиптика подумайте но это в общем достаточно очевидно все равно довольно любопытно может не сразу сообразит как проходит эклиптика и что это за светило еще раз луна в апогее и в периге имеет заметно разный угловой размер для земного наблюдателя в апогее она не способна закрыть собой фотосферу солнца перигей без труда или закрывает поэтому когда луна в районе апогея мы наблюдаем кольцеобразные журналисты иногда пишут кольцевые но профессиональные астрономы говорят кольцеобразные солнечные затмения честно говоря большой пользы от них нет потому что корона так и не оказывается видимой все таки вот эти вот яркие области фотосферы они слишком сильный рассеянный свет в земной атмосфере создают и корона на этом фоне не видно но кое-что из этого явления можно вытащить например моменты касания лунного диска и солнечного диска этого потом к луна перемещается сюда вот этого называется второй контакт это третий контакт а первые четвертые колуна только приближается и касается солнца с этой стороны а четвертый контакт к лунный диск уже съехал солнечного и вот здесь момент разрыва этот четвертый контакт так вот моменты контактов измеренные с высокой точностью скажем до сотых долей секунды времени они позволяют уточнять теорию движения луны по орбите это до сих пор еще актуально потому что теория движения луны до сих пор уточняется полное затмение вы видите и вот обратите внимание эта фотография сделана без всякой дополнительной техники и мы видим очень сильный перепад яркости практически внутренняя часть корона уже в такой передержки чтобы никаких деталей там ну портуберанцы видны они все-таки довольно яркие вот здесь вот здесь но строение корона не просматривается и шагаем чуть-чуть вдаль от солнечной поверхности уже перестаем вообще видеть корону то есть это такой классический снимок солнечной короны а вот этот снимок сделаны с применением сложной технологии ну какая сложная технологии делается несколько десятков экспозиции с разными выдержками короткая выдержка чуть длиннее 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 еще длиннее а потом они складываются таким он там маски специальные конечно используется таким образом чтобы здесь изображение а от коротких экспозиции получилось и структура корона выделилась на периферии от длительных экспозиций получились детали и там мы тоже увидели корону к тому же на этой фотографии даже видна структура ночной стороны луны но мы знаем что это свет отраженный от земли пепельный свет луны это свет отраженный от земли освещает ночную сторону луны тоже любопытно вот два перенесу сюда два снимка последовательных и мы видим как лунный диск перемещается в течение фазы полного затмения то есть он так велик что небольшие его перемещение все-таки еще не открывают нам только-только здесь начинает открываться но это даже не фотосфера это хромосфера солнце внутри нижняя часть солнечной атмосферы плотная часть когда фотосфера даже маленький кусочек открывается там уже такой свет идет что корона не видно совсем ясно что луна не абсолютно не отполированный шар на ней есть долины и горы и иногда сквозь долины в первую очередь просвечивает солнечный диск а горы еще некоторое время прикрывают солнечный диск мы видим такой набор ярких точек они называются четки бэйли бэйли это странами английский четки бэйли это моменты начала и конца солнечного затмения иногда бывают видны буквально на секунду ну а это совершенно фантастический снимок вот тут мы проследили корону примерно на полтора диаметра солнца дальше дальше уже граница кадра а вот в этом кадре посмотрите как далеко зафиксировано от солнца зафиксировано строение солнечной короны я просто горжусь тем что это наши выпускники и любители астрономии которые так сказать на на опыте гаишан научились так хорошо снимать что такая такая технология теперь доступна и мы корону можем изучать моменты солнечных затмений овладеете такой технологии вы будете гордиться такими изображениями полученными самостоятельно можно ли солнечную корону вне затмений увидеть если наблюдать очень высокочастотно наблюдать в очень коротковолновом диапазоне в мягком рентгене например а то да можно в мягком рентгене фотосфера практически не излучает она все-таки холодные 6000 кельвинов а фотосфера и нижняя корона нагретые до миллиона иногда там даже до трех миллионов а в момент солнечных вспышек и еще больше они конечно являются мощными источниками рентгеновского излучения так что в принципе что-то о солнечной короне и хромосфере вне затмений мы можем понять но рентгеновские снимки все-таки не такие четкие как оптические и оптика нам как правило нравится больше и мы больше деталей узнаем условия наблюдения затмений но понятно что вот эти пять градусов они как правило приводят тому что лунная тень либо промазывает мимо земли либо земная тень промазывает мимо луны а когда они попадают друг на друга в моменты совпадения прохождение луны через плоскости клип плоскости клиптики соединяет центр солнца и земли когда луна близко к клиптике естественно тогда могут произойти и солнечные и лунные затмения условиях наступления довольно просто считается вот один из узлов лунной орбиты то есть точка пересечения лунной орбиты и эклиптики можем назвать и солнечной орбиты или орбиты земной тени ведь и диск солнца и тень земли точно по эклиптике гуляют луна по своей орбите с наклона в 5 градусов и вы легко по этому треугольнику вычислите сами посмотрите в учебнике более аккуратный расчет условия наступления лунных затмений то есть на каком расстоянии луна должна выйти от узла орбиты чтобы она встретилась либо земной тенью либо солнечным диском поменьше вот это элементарные расчеты и тут да только надо вот что помнить когда мы имеем в виду лунное затмение положение человек наблюдателя на земной поверхности не имеет значения откуда бы мы не наблюдали затмение луны она либо попала в тень земли либо не попала тут уже положение наблюдателя безразлично а вот солнечное затмение она имеет для расчета его видимости имеет большое значение где вы находитесь но в основном на какой географической широте ну не только на широте общем где вы на земле находитесь мы это видели на на изображении путь путь пути лунной тени по земной поверхности то есть вот этот смещение наблюдателя она приводит к видимому смещению луны на небе для одних наблюдателей она может пройти полу а вот солнечный диск для одних наблюдателей она пройдет по солнечному диску для других наблюдателей которые севернее и южнее находится луна пройдет мимо солнечного диска вот это важно как могли древние астрономы астрологи и всякие там прочие товарищи предсказывать солнечные лунные затмения у них же не было настоящие небесные механики нет конечно не было но они в течение многих лет могли отмечать моменты наступления солнечных и лунных затмений давайте посмотрим на эту а ну как как это назвать на эту хронологию солнечных буквы с и лунных затмений по годам вот несколько лет и по месяцам года январь февраль март апрель отмечены месяцы когда происходили солнечные или лунные затмения они как правило парами происходит потому что если луна сегодня прошла через узел своей орбиты и мы увидели ну например солнечное затмение то через две недели она пройдет через второй узел и мы увидим или близко к второму услуге мы увидим как правило наступление лунного затмения поэтому они вот так парами происходят но видите смещение по месяцам зависимости от года смещение этих событий связано но она с тем что сами узлы лунной орбиты путешествуют делают один оборот в течение 18 лет это вот такая прицессия узлов лунной орбиты чем связано чуть попозже скажу естественно мы можем отметим вот эту тенденцию делать какой-то не очень точный но все-таки какой-то прогноз вот проведем такой линии делаем экстраполяции когда должно в 2012 году до должно было наступить солнечный лун ну вот так вот проводим говорим но скорее всего в марте и в ноябре давайте проверим да действительно солнечное случилось в март в мае то есть в мае а лунная в начале июня другое солнечное да действительно произошло в ноябре то есть вот эта экстраполяция она древним жрецам даже еще не астрономом не астрологом просто жрецам помогала делать прогнозы то есть месяц мы угадываем с помощью экстраполяции а внутри месяца но тут уж нет проблем мы же следим за фазами луны и знаем что солнечное бывает в новолуние а лунное затмение в полнолуние тут уже угадаешь в какой день даже гадать не надо понятно в какой день месяца произойдет то или иное затмение так что вот так без всякой большой науки можно было делать прогнозы затмения орбита луны очень сложная а и узлы гуляют и большая полуось большая ось эллиптической лунной орбиты тоже движется постоянно обращается и все это приводит к тому что определенная периодичность наступать ну и земля еще вращается тоже определенная периодичность наступление солнечных затмений наблюдается это так называемый сарас когда повторяются солнечные затмения но правда они не на тех не на тех же областях земного шара наблюдаются что и в предыдущий сарас но примерно со смещением на 120 градусов через три сарса они уже попадают в те же примерно места когда значит три сарса назад происходили а таблицы и обстоятельства затмений прошедших очень подробно вычисленных вы найдете в книге небо начала века вот от начала 21 века это олег угольников наш выпускник эту книгу написал очень подробно все сказано а прошлые и будущее затмение найдете справочника куликовского там большая таблица и обновил свое время и она надолго вперед еще делает прогнозы затмение где когда в какой момент они будут наблюдаться так что это под руками всегда удобный справочник но в сети тоже из-за обстоятельства вы найдете покрытие звезд луной о покрытиях мы уже говорили я только напомню что луна своим как правило темным краем своего диска то есть ночным краем диска когда закрывает звезду мы видим изменение яркости звезды которая описывается форенелевской дифракции дифракция на плоском экране точечного или протяженного источника и на реальные наблюдения аппроксимируя теоретической кривой можем сказать каков угловой размер звезды очень полезно и полезный метод весь двадцатый век он использовался и еще недавно в гаиши мы этим занимались и в общем можно даже какие-то новые объекты на небе по-прежнему их угловые размеры измерять вот таким нехитрым образом вам только нужен фотометр достаточно такой аккуратный фотометр потому что видите это тысячные доли секунды то есть тут примерно сотая доля секунды вернее сотая доля секунды это вот одно переколебание так примерно 10 доли секунды продолжается все это явление прохождение прохождение венеры и меркурия по солнечному диску очень полезное явление было в 17 18 19 веке поскольку для астрономов это было важно но в 17 веке это было важно для проверки прогнозов астрономических первое прохождение венеры по диску солнца рассчитал кеплер до него вообще не могли этого делать кеплер рассчитал сам не дожил до этого момента 1639 год но опубликовал и два человека на всем земном шаре вот два англичанина а хорекс и его друг караб 3 манчестере а хорекс в ливерпуле наблюдали это дело в проекции конечно никто глазом не наблюдает солнце запомнить это вот в таких обстоятельствах работали тогда астрономы семья дети наверно очень любознательная семья потому что же участвует в наблюдениях прохождения венеры и тогда впервые надежно была подтверждена теориях коперника теория кеплера потому что прогноз заправдался затем уже восемнадцатом и даже девятнадцатом веке рассматривали прохождение венеры по солнечному диску как метод определения расстояния до венеры ну а значит и измерение астрономической единицы каким образом это солнечного диска измеряется довольно легко для этого в те годы специальные телескопы были созданы гелиометры сейчас не использует там объектив был пополам разрезан и раздвигался ну одним словом можно измерить диаметр солнечного диском практически круглый и использовать его как некий экран и затем наблюдая из разных точек земли за траектории прохождения венеры по солнечному диску определить длительность тогда хороших часов не было морского хронометра еще не изобрели но плохенькие были а тут не так уж долго несколько часов продолжается прохождение венеры и даже плохенькие часы с небольшой ошибкой измеряют длительность прохождения две хорды на на фоне известного известной окружности дают вам угловое расстояние между ними а это и есть суточный пара ну не суточная в общем просто параллакс для разных наблюдателей на поверхности земли при наблюдении венеры ну вы помните да разные наблюдатели одни в южной полушарии земли другое другие в северном оставались в европе наблюдали прохождение венеры и угол этот естественно давал нам параллакс ну какой параллакс параллакс между наблюдателями вот этими а значит и зная размер земли и географические широты параллакс радиуса земли при наблюдении с венеры это давало позволяло вычислить расстояние до венера а значит это уже был масштаб всех расстояний солнечной системе прохождение 1761 года был довольно знаменательным ну во первых точно измерили параллакс венеры это было очень важно тогда же капитан кук отправился в южное полушарии сделал много географических открытий но целью его экспедиции было измерение наблюдение прохождение венеры по солнцу алмоносов сделал потрясающее открытие которое в прямом смысле всех потрясает как он мог это открытие сделать дело в том что это были уже последние годы его жизни он был довольно сильно болен ни в какую экспедицию не поехал он остался в санкт-петербурге и просто открыв окно в своем кабинете городском выставив то небольшой немецкий телескопчик буквально вот зрительную трубу наблюдал это же явление глазом наблюдал но при этом закрыл объектив стеклышком закопченной пластинкой это старый надежный метод созданием плотного светофильтра закоптить над свечкой стекло аккуратненько и она хорошо поглощает солнечный свет так так уже не делают но когда-то делали и ломоносов заметил что венера касаясь солнечного края но либо в момент от второго контакта либо момент третьего контакта демонстрирует нам такую вдруг появляется выпуклость края солнечного диска а по-моему он своей публикации назвал это пупырь на солнце образовался интерпретировал это преломление солнечного света в атмосфере венеры как ему это удалось трудно понять потому что даже вот это пупырь самый который его публикации был главное что он сделал публикацию научную статью об этом написал и с тех пор приоритет в открытии атмосферы венеры принадлежит ломоносову и даже в международной практике это называется эффект ломоносова пользуем в наше время потому что когда экзопланеты проходят на фоне своих звезд часть звездного света проходит через атмосферу экзопланеты и в спектре звезды появляются линии химических элементов атмосферы планеты мы таким образом можем узнать состав атмосферы экзопланеты и называется все это явление ломоносова молодец хотя как он это сделал трудно сказать да атмосфера есть у венеры но она очень слабо преломляет свет и вот скажем на фото это в эпоху фотографии первое прохождение они редко бывают примерно раз 130 лет прохождение венеры было в 1882 году тогда вообще на фотографиях никакого эффекта ломоносова не было заметно но мудрые люди говорили тогда что вот это 1882 год говорили тогда что следующее прохождение венеры которая будет в 2004 году она уже будет при совершенно другом уровне и расцвете астрономии и покажет нам много интересного да действительно это были два подряд а прохождение венеры обычно парами наблюдаются с разницей в несколько лет а потом примерно полтора столетия промежуток между ними вот в четвертом году четвертом году было прохождение и в двенадцатом году было прохождение теперь жди не дождешься следующим вот уже в нашу эпоху мы конечно фотографируем венеры с помощью замечательных современных телескопов это диск темный диск венеры на фоне солнечного диска фотография сделана сквозь аши альфа фильтр пропускающий линии водорода прекрасно видно нижняя хромосфера солнце вот она подходит к краю приближается к краю солнечного диска и все конечно хотели увидеть явление ломоносова и только на замечательном вакуумном вертикальном солнечном телескопе на острове ла пальма шведский телескоп с диаметром объектива в один метод с великолепными светофильтрами и последующим контрастированием этого снимка было заметно явление ломоносова вот она как ломоносову это удалось без всяких ухищрений увидеть это наверное скорее интуиция ему подсказала чем глаз но так или иначе открытие состоялось и претензий никаких к ломоносова мы не имеем да действительно у венера есть атмосфера вот еще одна фотография уже 12 не 4 12 года вот венера проходит этот снимок уже сделан космическим телескопом обсерватория американская солнечная сделан он в линии излучения железа замечательно видны структура магнитных полей над солнечными пятнами фантастика показать бы ломоносова такой снег и прохождение венеры в этот момент тоже наблюдается прохождение меркурия гораздо менее эффектное событие меркурий имеет угловой размер такой маленький вот 11 угловых секунд что без хорошего телескопа его вообще на диске солнце незаметно пятна солнечные намного крупнее чем размер проекции меркурия на солнечный диск мне посчастливилось кстати говоря в семидесятом году в мае 9 мая наблюдать это вообще очень счастливый день был тоже 9 мая это всегда праздничный день майские дни всегда почти всегда хорошая погода это весна потому же я тогда был в волгограде и там вообще хорошая погода весной бывает да и в москве тоже и это прохождение меркурия наблюдали многие бывают майские прохождение а бывают ноябрьские понятно что но это узлы узлы орбиты меркурия она сильно наклонена к эклиптике и только проходя через узлы своей орбиты меркурий может спроецировать тут хорошая погода в ноябре как правило облачное и ноябрьские прохождения редко бывают видны в ближайшие годы в тридцать первом и тридцать девятом будут только ноябрьские так что рассчитывать на наблюдение я бы не рассчитывал а майская ближайшая будет только сорок девятом году ждите товарищи но зато в москве она будет прекрасно наблюдаться по московскому в москве будет день солнце будет над горизонтом и все будет хорошо видно сорок девятом году на этом а мой рассказ закончен извините я немножко поторопился потому что действительно чувствую себя не очень плохо не очень хорошо но думаю что основные вещи успел рассказать все спасибо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...